я думаю это один из любимых форматов у многих людей когда я сижу рядом с камерой а камера на стативе это конечно потом вот монтироваться и я выложу наверное уже ближе к вечеру потому что у меня на сегодня напланировано куча дел плюс мне еще как она за ключами от велосипеда я все равно забыла что у меня ключи родственников и вечером мне надо встать и вообще много всего надо и вот у меня пришла посылка от альоны который мне уже посылала как-то японец-то мне посылка с украины было такой был такой обзором где-то на канале есть она путешествует я не знаю чем она заниматься на самом деле но в общем не очень интересный влог есть о путешествиях вообще насколько мне известно два канала один по моему чисто как вот смотрите других или какой-то личный канал другой как бы обо всех путешествиях у меня ссылка на ее канал есть единственная сейчас ссылка я немножко перри форматировала трансформировала каналы или перри от сделать приоценку ценностей скажем так у меня в общем надеюсь ссылка на ее канал в блоке интересные люди блок короче в общем вот такая посылка мне сегодня пришла на самом деле она пришла чуть раньше но так как я была в деревне моя родня была тоже в отъезде то в принципе уведомление как бы никто не мог забрать но и соответственно запросить посылку смогла бы только я семья решилась не зайти на почту на всякий случай и вот вуаля посылка и алена как-то мне написала что хотела бы послать мне уже украинскую косметику и услышать мое мнение ибо она смотрит мои косметические обзоры мне вот вот это очень радует и все радует что меня смотрят разные люди не все подряд вот там ну что-то смотрят не знаю можете такие супер фанаты меня и моего творчества но кому-то интересно допустим асмр кому-то една на камеру кому-то пустые баночки кому-то что-то еще деревенские влоги к примеру которых дофига у меня заснилось и будет это все монтироваться я надеюсь за неделю я управлюсь этим в общем тут была сверху положена бумажка возможно этой бумажкой я могу поскребить если она вас устроит у нас сверху такая вот как бумажка а с другой стороны такая гладенькая в общем вот такая бумажка бумажка и сейчас я буду доставать и вообще как я планирую обозреть просто сейчас содержимое посылки а потом уже за тестировать и может быть обзорного так сказать свое мнение может быть на что-то сказать свое мнение уже пустых бабочках в общем первое что я достаю элфа я кстати элфа фарм я и у них покупала соль для ванн и пену карта давали мне на очень-очень нравилось это элфа не только по названию что мне отказалось что там что-то с эльфом связано я не знаю может быть на украине это как-то по-другому воспринимается но именно вот это слово эльфа эльфя в общем и я что-то я давно не видела но мне очень нравилось вот эта соль и то что сделано на украине меня вообще даже радовало меня простите тут как бы очень позднее у меня случился завтрак потому что я вчера приехала поздно и меня случились дела сразу по приезду мне некогда было сходить в магазин а сегодня я поняла что в холодильнике мышь повесилась и вот только-только вот буквально минут 40 назад была в магазине открыла посылку чисто так вот бумажки достала сфоткала в инстаграм выложила с телефона пошла покушала а потом уже вот пришло записывать час мы узнаем чуя то так ой тут блин я украинский то плохо знаю а может есть на русском где-нибудь кстати сделано в польше написано видимо у эльфы есть эльфа фарма есть какие-то наверное эти ну не знаю как там эльфа или эльфа это чисто украинская или это украинская мне всегда казалось что эльфа это украинская ну может быть и у нее там есть какие-нибудь филиалы как вот у фрошей в России да в общем чуть такое что-то для волос и я потом у нее на самом деле мы с ним по e-mail общаемся и я на прошлый раз написала здесь будут какие-то вопросы спрашиваю в общем есть связь такая взаимная понимаю короче говоря я так поняла что это скорее всего бальзам для волос для объема волос как я поняла из английского 75 миллилитров туго то как вот кстати пахнет вот как вот хорошие такие натуральные бальзамы для волос или шампуньки такие и он густенький такой беленький так может тут есть что-нибудь по-русски как я давно не написала что-то на штатив так еще а это значит шампунь да для нормальных волос или что-то в этом вроде я даже не знаю какие у меня сейчас уже волосы потому что вот я в деревне мыло но и берем я часто мой раз три дня четыре дня потому что ну как бы меня там никто не видит там курицы до пчелы до курицы родственников и соседей и пчелы мне еще кто-то как-то в комментах писал типа ты же в деревне будешь жить на фига эти там косметика ну типа ходи то место где можно выйти в халате по всей деревне и пофиг дым будет никто не сказать ну что я скажу в общем ну как бы деревня но у нас такая деревня что там вот реально деревня в прямом смысле слова совсем деревня даже сеть хреново ловит и в общем но последний раз я я правда у меня там получил так у меня там был шампунь в деревне от насти лукьяновой от фаберлик что-то там с экстрактом клюквы что ли что-то там клюквах удеснится куча химии и экстракт клюквы и в общем жуткий шампунь а потом я тупо когда он закончился им тупо я им в основе баночки занудела я уже мыла голову гелем для душа и вражеским гранат что-то там но потом баночка вот когда уже деревне закончится о хер был в общем это я так пила шампунь и к нему парочка такая бальзам шампунь и бальзам для волос о хер был это кондиционер называется а это шампунь вот блин а я самая первая слава кондиционер даже не заметила ну чё лёля же почти ничем не пахнет такой зеленый мне кажется пузыречек и такой прозрачный шампунчик с удовольствием попробую даже наверно завтра у меня там сейчас стоит какой-то этот эйвановский шампунь подписчицы лёльки из тюмени но в принципе я вот чисто вот теста ранее попробую несколько дней вот там чтобы посмотреть результат но и потом скажу свое мнение отдельным отзывом может быть даже отдельное видео чисто по ним вот так это у нас масло кокоса крем для рук глубокое увлажнение есть процентов какое шикарное крем для рук с маслом кокоса у меня вообще сейчас очень много кремов для рук ну не так много как раньше было но прилично но я с удовольствием попробую я какой-то крем с маслом кокоса покупала белорусский не помню название фирмы но когда первый раз еще белоруссию ездила и мне он очень понравился слушайте я его сейчас попробую вот он же открытый его как бы это он как бы сидит у меня в руке и говорит ну чё ты меня не пробуешь я же не шампунь меня можно и сейчас потому что такой классный вообще очень быстро вот так вот по рукам распределился я на самом деле не знаю там должно быть видно я несколько раз теряла камеру так вообще давно не писала вот так вот на статив я просто не уверена была что у меня нормально будет видео не тормозить аудио не вперед бежать с экшн-камерой потому что я еще не разобралась в этих настройках на новой этой программе и на линукс мин 19 и я хочу вот ну не бы на кого-нибудь или профессионал или кто-то более-менее в этом разбираться или сама погулять в яндексе и так далее и поэтому чтобы просто не портить впечатление вот ну такая посылка как-то это и я решила что лучше на стативе в крайнем случае я лучше потрачу время на монтаж и вот она все красиво и хорошо и кстати слушайте вот такой шикарный крем я вот сейчас но у меня ногти вообще ничем не намазано только сейчас поняла что не мне ничем не намазано я без маникюра у меня деревенский такое этот я и даже обрезала потому что они мне что-то там вымахали в деревне и в общем их обрезала ногти блестят тут у меня ногти блестят так только когда их воском вот самопали но бывает воск какой-нибудь специальный для ногтей а я тут который самопален кто сама делаю себе волосы за и вот или маслом таким допустим вот намажете обычно но от масла саванри было можно было ногти намазать и вот только от масла или от воска ногти вот так же блестят будто они вот лаком какими-то намазаны в общем классный крем мне он уже нравится слушайте он так вот я даже не заметила как он впитался он даже круче мне кажется чем тот который я покупала в беларуси с кокосом доктор санте природа инновации тоже эльфа эльфа а тут не делали эльфа эльфа какая прелесть а я еще написала что мне очень нравилась эльфа всего украинского что я знаю ну может там еще какие-то марки были но именно мне нравилось эльфа соли для ванны еще что-то там вот это эльфа украина значит у них может какие-то правда ну как там вот тут импортер в россию представительство белоруссию бла-бла-бла может филиалы какие есть не пойму чем пахнет но вообще вот шикарный крем без понятия сколько стоит на самом деле но мне кажется он даже на вот холодное время года или у меня иногда бывает осенью иногда весной иногда чаще зимой когда вот кожа сверх сухая я его в общем буду пользовать если он не раньше не закончится но слушайте очень классный крем если у вас кожа сухая если у вас кожа очень сухая если у вас просто кожа на руках и вы хотите за ней ухаживать или увлажнить ее иногда то я вам уже его советую даже без затеста какого-то большого я его затестила прямо при вас очень классный крем спасибо большое алене и украине за то что на это делает ухты и бальзамчик черри вишня гигиеническая помада черри джюс джюсу я не помню или не знаю как вишня на японском но джюсу сок гигиеническая помада черри вишня способ применения нанести на губы блин а я сейчас не нанесу на губы у меня же это там красная помада по моему да красная помада ой не пали но я ее вскрою прикольно она короче пахнет в общем вот такой цвет пахнет но вот вишневые помадки бывают такие конфеты помадки вот мне кажется если бы была вишневая помадка то похожий цвет в смысле вкус в смысле запах очень классно спасибо большое обязательно запользуюсь ну и тоже буду тогда сейчас пользоваться ей пока место какой-нибудь другой гигиенический у меня еще вообще от алены этот небеевский японский бальзам есть он у меня то в сумке таскается то еще где-то тоже вот это видимо конкретно такая серия наверно у эльфа есть афербал чё это у нас такое афербал хэн крем с лавандовым экстрактом чем крем для рук с лавандовым экстрактом написано лаванда 50 миллилитров я же только что лапот намазала но я его сейчас это я другую часть руки намажу так вот не надо откручивать мне кажется вот тот казалось что такой крутой это и такой ну сильно густой консистенции на самом деле вот он какой-то очень кремово-кремовый ну как бы и не плотный и не жидкий а этот кажется вот такой кремово-кремовый это же тоже руки да вот он пахнет как-то так приятно ну не то чтобы лавандой может даже и не лавандой но чем-то таким слушайте вот здесь он уже настолько впитался что кажется что это кожа вот такая вот здесь бархатная кожа еще какая-то кожа он более плотный по консистенции действительно и он тоже кстати очень быстро впитывается как и тот вот этим кремом вы можете брать хоть стопку хоть стекло хоть телефон хоть что еще и ничего вас вдруг не упадет то бывает таки крема что раз и в дребезжке да и вот этот нелипкий и вот этот нелипкий хотя вот он по густоте гуще намного и более плотный такой можно сказать но тоже с удовольствием запользуюсь я правда на ногти его не наносила но на ногтях у меня другое ой у меня тут еще маленькое письмо такое вот это как вот там вот так ну когда ой я думала солидированное ну короче пакетики в таком вот открыточка японская это городок сияма разные времена года он находится недалеко от киотов ой как я люблю киотов когда я где-то него все-таки доеду у ты спасибо большое за пожелание но я вам полностью читать не буду это лично мне так как бы ну ладно это я посмотрю когда уже не буду снимать но тут очень классно вообще японская открыточка такая японский привет там хир здесь поставить там ну тут просто другой стороне написано такая печалочка и вот как и вот еще у меня я думала что то родственники потому что я как бы обещала через час прийти не знаю сколько времени уже прошло заключение короче говоря как-то звонил написано звонил кто-то из курсов и мне курс написано друг другу и мне тут же вот я наверно не туда попала извините так прикольно то бишь они как они поняли что они не туда попали ну короче не знаю и в общем тут еще вот такая пара она заслюдирована чё это у нас такое это доктор сантэ значит доктор сантэ тоже где у нас доктор сантэ более для бальзарчиков в общем вот у нас нет вот это у нас доктор сантэ а это у нас тоже если ты не глянула я глянула и не заметила а это тоже это короче у нас тут только доктор сантэ ой как я хотела я давно хотела на самом деле эльфу но я что-то и не видел может она где-то продается но так вот стоит что не знаю что это именно вот она но вот где раньше у нас продавалась у нас их тех магазинов тоже стуретков нет в общем доктор сантем в парочке это у нас очищающая пенка для умывания ну я так примерно прочитала украинского на русский антибактериальный тоник матерящий эффект свежающие и успокаивающие для нормальной жирности кожи какая чудесная вещь у меня как раз и мой то заканчивается уже самопаление конечно могу что-то самопалить еще так я тут пытаюсь ногтем вскрыть пальцем я вшила пытаюсь скрыть хотела сказать что пытаюсь скрыть а не скрывается и надо было ножницы а ножницы за ними надо лезть и в общем добавилась он с огурцом так если я правильно поняла слушайте а тут даже по-русски есть тоник эффективно ощущает остатки макияжа ух ты круто им даже его значит можно использовать место это и какие там мицеллярки я как раз и на место мицеллярки вот пока его еще и протестировал меня хоть мицеллярка стоит я купила чистую риме когда на я как раз только этот бальзам для губы смысле помаду и смываю так восстанавливает плаш кожей подготавливает ее для следующего ухода экстрак огурца увлажняет нормализует работу сольных врез кто-то я огурцом то все деревня там самопальные ну в смысле с местной в сады огурцы жопки срезаете лицо протираете так цель отмяты тонизирует возвращает ощущение свежести входящие состав активное вещество оказывают антицептическое действие способствует чистоте и здоровью кожи и алантаин успокаивает способ применения на спонж и легким движением очистить кожу бла 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 перед применением сбалтывать возможность естественный осадок круто 200 миллилитров эльфа 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 я его сбалтала правда сейчас не буду пока его использовать потому что хотя слушайте кстати приятно пахнет вот и огурцом и чем-то еще меня там где-то даже ватка была только в моем этом всем эту ватку я сейчас даже попробую вот черт теста ради много слушайте какой он даже поэтому не то что по вкусу но приятный на ощупь скажем так ай да алена ай да украина какая слушайте вещь хорошая вот реально это смывает все смыло я правда дофига до мочила ватку ну так на первый раз не простите меня что дофига до мочила сейчас она подсохнет я попробую бальзам у меня кстати еще осталась пенка biore от алены опять же это японская все еще никак не закончится и она наверно сегодня будет в обзоре этой что в моей ванной она там лежит еще очень экономичная но эта пенка пойдет хотя в принципе я могу протестить эту пенку biore не обидится я думаю очищает пенка для умывания монтирующий эффект очищает поры удаляет макияж для нормальной склонности кожи какая определить пенка легко смывает косметику очищает кожу накопившись а в течение дня на грани и тракта кубца увлажняет стонизирует вот чё я ее буду вечером юзать а тупо утром как обычно а чё я сейчас открываю я же это я же не буду и прямо при вас мылиться в общем вот такая у меня посылка да я сейчас этот бальзамчик у меня уже высохло все что можно слушайте так классно мажется вообще вот не ну бывают гигиенички которые ну как то вот все равно туго вот они мягкими бывают только на жаре а вот бывает такой консистенции что в любое время года но мягкая так круто так вкусно макияж губы на губах так ну короче в общем есть гигиенички вот некоторые у меня есть какой-то бальзам для губ я его приходя домой приходя приходит когда я дома домой возвращаюсь я его стараюсь мыть потому что мне кажется что вот я его как-то ощущаю на губах как вот помада некоторые не ощущаешь а некоторые ощущаешь а этот вот такой блин он такой вкусный не не по вкусу он вообще по вкусу он нейтральный но вот когда ощущаешь вот этот аромат как-то он в общем прикольно такое ощущение на компьютер на какую-то смакивает наверное волна те конфеты которые как-то покупала короче когда вот вишня в шоколаде только если бы это не было силами если бы то не жидкая вишня в шоколаде какая-нибудь вишневая помадка в шоколаде в общем вишневая помадка только без шоколада как я до этого и сказала в общем вот у меня тут 7 продуктиков и открыточка и я очень довольна и в общем спасибо большое алене конечно с удовольствием это все за попробую и за тестю и постараюсь может ближайшее время там но может ближайшую неделю перед уездом в деревню мне 10 5 точно тут наверно буду в общем сделать обзор может быть даже на что-то пораньше сделала обзор отдельное мнение вот это вообще-то они до сих пор какие-то такие напитанные эти ногти в общем очень классное все большое большое спасибо особенно за открыточку чем всем спасибо за просмотр всем пока а